И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэм, Mass Effect Andromeda и патч 1.06, который будет нас радовать, начиная, я надеюсь, радовать, начиная с этой серии. Сразу скажу про мультиплееры, про изменения, которые там в виде, я говорить ничего не буду, даже ничего не знаю, но я знаю, что перед лопателем очень много всяких разных способностей, дай бог вспомнить, где там посмотреть-то это все. В общем, силу некоторых биотических умений, технических умений подкорректировали Вере Ликтов, он теперь стал намного сильнее, чем был. Я не знаю, помните ли вы цифры какие-то были изначально, но можно, не знаю, промотать, например, на какую-нибудь там серию ранее и посмотреть, что там было. Также добавились всякие дополнительные описания, что они теперь делают, всякие эти способности. Может быть, ради любопытства потом даже возьму Вере Ликтов, просто посмотреть, что он из себя представляет, но, честно говоря, не хочется. В связи с тем, что все было изменено, ну, ладно, не все, но очень многое, выглядит у меня все примерно так. Перегрузка, воспламенение, поглощение энергии, вторжение у меня все осталось. Здесь, и даже, в принципе, по плюшкам, которые я тут взяла, тоже никаких особых изменений. Здесь все тоже вкачано. В бою нафиг эту умни-гранату, я ей не пользуюсь, она отскакивает, к черту ее. Пистолеты, дробовики, ну, потому что пистолет-дробовик, он реально неплох, я думаю, нахрена использовать пистолет-дробовик с самонаводящимися снарядами, если можно использовать дробовик. И будет то же самое, только урон будет значительно веселее, поэтому дробовики, ну, и снайперки, естественно. Ну, и решила все оставшееся вложить в биотику, то есть у меня будет, грубо говоря, два режима техника, которая у меня идет на перегрузку всяких щитов, опять же, поглощение энергии, это тоже щиты, вторжение, это, господи, усиление, ослабление защиты, воспламенение, это подрыв брони. Здесь то же самое, взрывная волна у меня будет калашматить броню, то есть в сумме, видите, опять же, идет с воспламенением вместе, то есть полный упор на броню, и сингулярность я взяла, опять же, для щитов. Ну, и боевая биотика, это как бы потом все докачается, может быть, еще что-то возьму, потому что нужно для какого-нибудь набора. Ну, и получается так, что, видите, если смотреть по, подожди, имеющимся наборам, то первый набор это щиты, то есть перегрузка, сингулярность, грубо говоря, в кучку собираешь этих дебилов, жахаешь туда перегрузкой, и всем сразу хорошо, ну, и там добиваешь взрыв, делаешь мега-мега крутым с помощью, в общем-то, поглощения энергии, который активирует комбо-подрыв. Здесь у меня идет против брони, то есть воспламенение, которое ломает броню, взрыв, который делается с помощью поглощения энергии. Опять же, поглощение энергии я, скорее всего, буду в каждый набор брать, потому что это мне восстанавливает щиты, это меня очень часто спасает. Опять же, это и активирует подготовку к комбо-подрыву, и активирует сам комбо-подрыв, поэтому универсальная вещь. Ну и, собственно, взрывная волна сюда же. Здесь у меня стоит вторжение, но, опять же, ослабление защиты, упор на броню, упор на броню. Здесь что-нибудь потом еще будет, когда я доберу биотики, еще подумаю, что там взять, и, в общем, как-то так. Ну и всем, кстати, ребяткам все прокачало, не знаю, есть смысл что-то показывать или нет, у Коры, как было, все так и осталось. То есть у нее всегда снаряды замораживают врагов, соответственно, я могу делать комбо-подрывы после ее атак. У Джала, по-моему, ничего такого прям не было, я точно уже не помню, я просто уже брала от балды, потому что и так нормально. У Ветры всегда импульсные патроны, у Драка что-то там упор на силу, бла-бла-бла. В общем, ничего такого, у Пиби, что-то там тоже было с биотикой, сдающая комбо-подрыв или что-то вроде того. Сейчас точно не скажу, потому что нехрен... Вот, да, вот оно. Биотика и, собственно, урон против брони. Посмотрим, как это все будет вместе все работать. У меня аж получилось так, что у меня здесь было, реально, по-моему, 24 или 36 очков, но как-то они у меня так хоба-хоба и распределились. Удивительно, магия. Ну и, в общем-то, как-то так. Да, наверное. Все. А, оружие, 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 оружие. Сейчас все покажу. В общем, Апостол самый крутой дробовик на данный момент из всех, которые я могу сделать. Поэтому его я, собственно, и сделала. Выглядит вот таким вот образом. 1100 урона, при этом 5 патрошков. Ну, по-моему, это замечательно. Не знаю. Еще и самонаводящийся патрон. Короче, рвет и мечет эта вещь прекрасная. Что касается вот второго пистолетика, я хотела сюда оставить... Здесь, вернее, я хотела оставить коготь, который был... То есть вот этот вот прекрасный пистолет-дробовик. Но я так подумала, неплохо бы взять что-то без самонаводящихся патронов. Потому что, как ни крути, они все-таки чуть-чуть более медленные. Чуть-чуть более медленные, неправильно говорю. Но вы поняли. Они более медленные, чем обычные пульки. И поэтому я решила сделать палач. Но сделала его, знаете, для борьбы с чуваками, у которых очень жирные щиты. Не знаю, как бы это так показать-то. Здесь это видно вообще где-нибудь. Нет? Не вижу выбор. Показать вот. Показать подробности. Вот, когда создавала, пихнула улучшение. Импульсный патрон на 25% лучше работают к урону по щитам. Ну и это фигня, конечно. Ну и, соответственно, когда я буду туда пихать импульсные патроны. Мало того, что они сами по себе будут неплохо бить по щитам. Плюс у этого конкретного пистолета, который рассчитан на уничтожение щитов, еще 25%. И плюс еще где-то там, то ли в технике, то ли где, вот в навыках, у меня валяется способность усиления вот этих всех дополнительных плюшек. Чтоб они лучше били, лучше от них все страдали. В общем, как-то в сумме будет работать, надо будет посмотреть. Ну и тут у меня стоит, дай бог памяти, покажи мне что-то, что у меня тут. Комбо-мод разрыва. Вот, 25% для оружия увеличения урона при попадании в голову и уязвимости. Объем магазина, конечно, немножечко падает, но это не критично лично для меня. На самом деле, много тут что повываливалось, всякое разное, вот это вообще бесполезная хрень, как по мне. Ну это для какого-нибудь штурмовика, это не мое. Вот это у меня всегда стояло большую часть игры, но вот сейчас мне вот это вот вывалилось, и оно мне понравилось. Тем более, что в голову из снайперки я стараюсь все-таки попадать более или менее. Опять же, вот это еще чуть-чуть мозолит мне глаза, потому что 30% урона, то менее технических. То есть от комбо-подрыва будет веселее работать. Опять же, биотика, вот не знаю. Здесь урон, конечно, от оружия уменьшается, вот эта вся фигня. Вот не знаю. Посмотрим. Может быть, потом потестирую, но пока что все вот выглядит вот так. И броню я перекрасила, да. В общем, все. Все рассказала, что хотела. Мы сейчас с вами проверим почту на всякий случай. Координатор аванпоста. Все медикаменты, бла-бла-бла. Все хорошо. Пиби вроде от меня ничего не хочет. Дверь открывается. Открывается. Замечательно. Все. Летим на H047C. Или как она там? Ну и да, кстати, архитектор. Элладанский. Красавчик. С него я уже все подобрала. Летим к турианцам. Я так краем глаза посмотрела в веке, сколько у нас осталось сюжетных заданий. Сюжетных заданий осталось где-то пять. Поэтому не так долго осталось до финала. Не знаю, кстати, как будет теперь на безумии с этой подкрученной боевой системой. Потому что и враги там некоторые по-другому теперь бьют с разным уроном. Нужно будет сейчас все это тестировать. Прям. Прям вот сразу. На себе. Хотя как еще? Туренский ковчег. Потерян, но не забыт. Вперед. О, смотри-ка. Просто тупо стоит вот так вот. Ой, какой-то уничтожитель. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Скверно его прям потрепало. Вот эта вот мелодия самая любимая для космоса. Которая играет. Так, ладно. Что у нас? Так. Число в стадис капсул 20 тысяч. Обнаружено 15 372. Статус не в строю. То есть какая-то часть была либо уничтожена, ну скорее всего уничтожена, потому что видите, что неудивительно, что там 5000 капсул могло просто поломаться. Датчики бури показывают, что все секции Туренского ковчега повреждены скверной. Нестабильность корпуса вызовет проблемы при попытке сдвинуть натанью с места. Эвакуационной бригаде лучше просто заврать с ковчега оставшиеся с тазу... Здесь капсул. Ага, все оставшиеся 15 тысяч. Покинут бури, да. Так, кого мы с собой возьмем? Я думаю, Кору, она вообще в принципе очень особенно реагирует на все это дело. Ну и ветру, да. Потому что, не знаю, ее народ. Мне в общем-то кажется, что было бы неплохо. Хотя мне не кажется... Не думается, что она что-то прям ответит такое, скажет интересное. Но просто я больше не вижу каких-то подходящих вариантов. Не знаю, пускай будет ветра. Тем более импульсные патроны, мне кажется, мне пригодятся. Они реально собирались тут сделать свое пристанище? Вот она, H047? Серьезно? На вот этой луне? Разорванной на куски? Вот, кстати, да, я тоже подумала, что, может быть, они какую-то часть выбросили. Думаю, а там вообще одно дело, знаете, спасательные капсулы, а другое дело стазис капсулы. Их вот можно прям реально просто выкинуть. Но, видимо, можно. Я просто когда-то сказала, что разрушена... Можно я скажу, пожалуйста, Сэм? В общем, я когда сказала то, что разрушена, думаю, а может они просто выброшены? Думаю, да, ну не, наверное, нет. Но, походу, дело так и есть. Знаете, мне что напоминает вот эти вот куски летающего всего? Второй масс-эффект, самое начало. Ну, кто играл, я думаю, тот поймет. И вообще эта миссия мне начинает напоминать миссию Коры. Так, кому? Капитан Д. Преттон от Мейсона Барро, первопроходца. Вложение профиль в жилище 5. Прилагаю полный отчет. Наш новый дом будет лучше половина. Наверное, они рассчитывали как бы на H-047, когда она еще была в нормальном состоянии. Когда мы ее изучали из Млечного Пути, и там все было замечательно. А теперь уже не очень. Кому? Мейсона Барро, первопроходца от капитана Д. Преттон. Мейсон, что я тебе говорила насчет научной фигни? Если там нет графиков, картинок может не присылать. Я все равно ничего не пойму. Д. Пиес, зайдите с Риксом выпить. Зайдете с Риксом выпить после прощальной вечеринки? У меня есть особая бутылка Хароска. Не хочу угощать им, кого попало. Хароска. Харосая Хароска. Кому? Капитан Д. Преттон от Мейсона. Жилище 5, профиль V2. Теперь с графиками и картинками. А выпить придем. Ты же знаешь, как Ави любит Хароск. В смысле? Че-то как-то не наблюдаю я. Тут как-то ничего не онлайн. Пойдем туда. Рудковато. Мейби, каким образом? Вот этим. Мейби, каким образом? Вот этим. Я прям предвкушаю. По умолчанию... Блин, нельзя посмотреть. Я думала, какое у меня по умолчанию будет оружие? За этим растением не ухаживаю. Допустим. Это еще не может быть в росте. Это еще не может быть в росте. Блюда ракет. Кажет тебе сам можно прийти? Один способ я узнаю. Я нашел до конца. Прэйтен, арк, следом. Капитан. Видео-дete. Программу я собираю. Подробую. Я такое третий, кайфер-пут. Викторoe брылгии. Продоста, пытаясь, вместо того, кто кто-то. Затемпорт. Спиритс, нет времени! Найдай Мейсон! Ну хорошо Ах уж эти долгие двери Ну там дверь же была закрыта Я и пошла сюда А я что сказала? Ну вот то тут классно было Что-нибудь еще могу? О, кстати Так, командование Натануса От Авитуса Рикс Вот, кстати, от этого чувака На успехе задания Не затягивай сосном Рикс А то состаритесь, пока мы долетим до Элея Так, от Мейсона Вару Авитусу Риксу Ави Джакана не против, чтобы ты Наблюдал за закрытием моей капсулы? Да, я говорил, что не пойду против правил Но я хочу, чтобы последним, что я увижу в Млечном Пути было твое лицо А ты можешь ругать меня, что я погружаюсь в крест До скорой встречи, Мейс Ну, давай Что-то, когда я обещал Возвращаюсь Авида Комментирую Блин Авида Вот Возвращаюсь Картофель Авида Авида У нас есть жизнь Будет Авида Авида Сем Авида Как у нас Мейсо Они что, как бы это самое или мне кажется? Мне показалось ли они, ну, как бы вместе? Еще когда я хочу увидеть последним лицом именно твое, как-то вот, да? Ну, скоро узнаем. Тогда будет понятно, почему он так за него так сильно за него переживает. А там что, подожди? Не, мне туда не пустят. Эх, ладно. И сюда тоже. Впрочем. Так, что-нибудь обновилось тут? Нуп. Давай выломаем нафиг эту дверь. Я, конечно, понимаю, что это нифига не безопасно. САМ, где патфлист piace? Где Масон? Ави. 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 Стар. Ави, это не то, что Масон сказал тебя? Он единственное, кто нанял тебя. Поехали. Моя руководитель страдает от травмы сильной. Если уничтожить уничтожение, он может быть способом поговорить с нами. Будьте осторожны. Я не хочу уничтожить это, Сам, потому что мы проследовали ответы. Авитос Ригз, добро пожаловать домой. Сам, Масон, отправь координаты в этом месте. Мне нужно найти его. Ты ошибся. Я отправлю координаты. Окей, это очевидно что-то не страшно. Следующая, ты летал сюда. Я вернусь. Позже вынуждали ответы на наш дом. Где Масон? Возвращаясь. Это все еще разрушает. Не знаю, что это говорит о том. Мы должны быть доступны в лодках Масон. Может быть, что-то в это было. Ави, когда мы попадали, что-то из него ушло. Страх как в hell, но... Наш отец тоже самое сделал. Сделать тебя? Да, да, да. Да, ну вы помните? Наш отец тоже говорил, что Сэм, начинай процедуру передачи, прежде чем сделать нас первопроходцем, то есть переназначить. Меня, знаешь ли, тоже никто не спрашивал. Абатас, я видел тебя защитить зеттлеров. Ты нашел Турен арк. Ты уже играл ролью в Патффиндер, просто без титры. Титры, который belongs к Мэссен. Титры, который хотел тебя иметь. Rejecting it won't bring him back. А что если я уйду? Ты только можешь сделать это через шаги. Ах, дамит, ты прав. Я буду начать трансфер? Это будет безопаснее на Нексусе. Суви, звоните Тан. Мы нужны шуттл, чтобы собрать сам нод. Скажи, что мы нашли Турен патфиндер. Сейчас что-то случится. Не может так спокойно все закончится. Или может. Или может. Или может. Я думала, что сейчас что-нибудь будет. Пиу-пиу там. Нет, вообще, наверное. Вообще. Окей. Что дальше? Так. От Лема. Наверное, все мы починить не сможем. Одно дело замкнутая какая-то система. Но вовсе поломанная планета. И это очень далеко от золотого мира. Помнишь чувство, когда мы впервые увидели Жилище 7? А если приходишь в себя, а вокруг одни камни. Август трудится над Продромусом, как и вся инициатива. Верент общается со своими, рассказывает. Туренцы смогут помочь в строительстве. Мне никогда не нравился подход однопланеты на ковчег. Мы ведь все в одной стороне. На одной стороне. Коста. Лем прикрепил список материалов по теме пробуждения. Драмы о труде на своей земле. Переснятые в космическом антураже. И несколько вариантов истории о том, как день повторяется, пока все не будет сделано должным образом. Райдеру от Тана. Райдер. Авитус Рикс возглавляет команду, которая заберет стадис капсулы с ковчега на Танус. Для того, кто сперва не хотел за это браться, он на удивление полный энтузиазма. Но если все пройдет хорошо, мы спасем жизни 15 тысяч турианцев. Значительное достижение. Ну да. Я думала, честно говоря, что-то поинтереснее будет. А тут прям хоп-хоп и все. Ну ладно. Это залагало. Это пойдет потом. Это как-нибудь по ходу дела. Это я делать не хочу. Отложено. 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 Потом как-нибудь. Ну все. Охота за Архонтом тогда. Вперед. Можно, конечно, пробежаться сейчас чуть-чуть по команде. Может, что скажут интересное. Кто-нибудь где-нибудь есть? Джалл-то тут. Блин, какая все-таки красивая игра. Честно. Ну просто посмотреть на это. Офигеть. Визуальный стиль у игры очень приятный. Если бы она все-таки была как-то, знаете, более наполненной. Вот пока что, лично для меня, вот эта вот инквизиторская система геймплея, она была неплохая в Инквизиции. То есть там бегаешь по локациям, там даже если пустая локация, там просто на релаксе можно было скакать на олене по тем же свистящим пустошам. И там прям, ну, релакс. Иногда, конечно, хотелось динамики, но, опять же, телепортнись в другое место, пожалуйста, вот эти динамики. Здесь такая система, она не совсем подходит именно в том виде, в котором она присутствует. Не хватает чуть-чуть проработанности глубины и все-таки деталей. Очень бесит, что на совершенно разных планетах в разных солнечных системах одни и те же монстры. Их там три штуки. Это бесит. На мой взгляд, вот было бы намного лучше, если бы, например, планеток, по которым нужно вот просто вот летать, ой, летать, ездить на машинке, их было бы половина от того, что имеется вообще в принципе, да. А на всей остальной половине мы бы именно должны были ходить, но при этом, чтобы этих планеток было больше, но при этом, чтобы сама карта для хождения была меньше, но при этом, чтобы она была более насыщена и проработана. То есть чуть-чуть больше режиссуры было на этих планетках, именно на тех, где нужно ходить пешком. То есть, чтобы, например, это выглядело, вот вспомните, ну ладно, не самый первый, Secret Ashes, трейлер для Dragon Age Origins. Вспомните, вот наши персонажи идут, что-то делают, переговариваются, а потом хренак из-за угла сыпятся эти все порождения тьмы. Вот чтобы примерно вот таким же, такой же насыщенностью обладал и геймплей вот этих ходибельных планеток в Андромеде, например. То есть ты вроде как бы идешь, изучаешь, но при этом в какой-то момент, чтобы все могло поменяться, и какая-нибудь бабайка выскочила, и прямо у тебя была бы хорошая такая стычка. А в остальном ты бы ходил и сканировал. Очень не хватает, повторюсь, именно вот этого момента исследования. Вроде как бы сканер есть, но ты не так часто пользуешься, как ты предполагал. Вроде как бы совершенно новые планеты, новая галактика, и ты ничего не сканируешь на этих долбанных планетах. Ну, очень мало что ты сканируешь, в основном всякие обломки, которые ты и так уже знаешь, они тебе знакомы. Вот, и мне все-таки кажется, что если бы планетки были именно по объему карты поменьше, но при этом они были бы более насыщенными и проработанными, было бы что отсканировать, персонажи бы какие-нибудь интересные комментарии оставляли. Ну, то есть, чтобы всегда что-то происходило, либо бои, либо изучение, и оно как-то, знаете, друг друга смещало. Было бы намного лучше. То есть, по факту, вот почему, опять же, да, вот монстров столько солнечных систем, мы облетели разные абсолютно планеты с абсолютно разной экологией, разными условиями. Одни и те же демоны везде, одни и те же ехидны какие-то. Это прям очень-очень-очень халтурно выглядит, вот прям до безобразия ужасно. И это расстраивает. Если бы хотя бы четыре вида врага сделали для каждой планетки, для каждой вот этой карты, для ходибельной карты, было бы намного лучше. И, опять же, если бы натыкали всякого разного, что можно было бы отсканировать, что можно было бы обсудить и так далее. Чуть-чуть режиссура добавить еще на это все, и все идеально было бы. Опа, здравствуйте, Соларианский ковчег-то или это? О, что они делают, твари? Короче, вы поняли мою мысль. То есть, вот этот вот момент пока что в Андромеде меня смущает больше всего. Все остальное, то есть атмосфера, дизайн игры в целом, как сказать, стилистика, все это прекрасно. Мелодии, музыка, тоже все замечательно. Диалоги хорошие. И кто там говорит, что они плохие, не знаю, ничего такого не вижу. По-моему, замечательные диалоги, прекрасные персонажи. Просто мы к ним еще не привыкли. Хотя я уже их реально считаю своими родными, братюнями. Я уже, не знаю, не представляю себе без них. Ветра, не знаю, Лем со своим... Ну, ладно, Лем не так может быть сильно, как та же Ветра или Драк. Ну, Ветра, Драк, даже Пибе в какой-то степени, я даже к ней привязалась. Ну, она умилительная, забавная, конечно. Но вот Ветра, Кора, Драк, Джаал... Ну, блин, ну как можно уже без них жить? Я не представляю. Ладно. Ну, вот, в общем, вот пока что вот эти вот моменты, какие я озвучила, меня смущают в игре. И если бы они выглядели все, как я сказала, лично для меня, то все было бы просто замечательно. Все, давайте вперед. Просто если адаптировать под Андромеду систему Инквизиции, то все-таки не просто переносить ее. Разные миры, разные условия, разная подача. И нужно это учитывать, а тут как-то немножечко деревянненько. Я надеюсь, в будущем будет лучше. Хотя, серию Масс Эффект заморозили, к сожалению. Хотя, может, и к лучшему пока что. Пускай обдумают, как, чего, куда двигаться дальше. Все будет. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Чего? Нормальный задок? Чего-то не сходится однако Ну да, хитрый Хитрый Знаете, что я вспомнила? Вот что я вспомнила Скорость перезарядки Следователь Урон от умения Почему у исследователей именно упор на биотику, а? Урон от умения 35% Хотя биотика, ну да, в принципе логично Техника лучше бы она перезаряжалась побыстрее Лазочек Штурмовик это не мой вариант Во! Вот это уже интереснее Песни Ну да, тут это все понятно, конечно Так, ну Вот страж-исследователь Это ближе к тому, что мне надо Я знаю, я собираю очки и что-то хочет мне Черт Так, где есть? Гутон так Гутон так Гутон так Не нужна. Я в порядке. Соларион стасис-рековый почти начальник. Кто ты? Сара Райдер. Патфиндер для Хуман-Арк. Где Алек? Он... не успел. Он не успел. Ох... Ох... Это невероятность. Стасис был ошиб. Я никогда не согласен. Скажи мне, что ты делаешь. Я не знаю, что я встала. У нас есть спеца, армада. Сад на нас. Наш мастер-каптан увидел ни выбора, но у нас не выбрали. Он сказал, что мы живем к борьбе на день. Он обязан меня убить в генерал-болуточку. Он сказал, что мы не садимся в бою. Но мы в их мастер-каптах, я вижу. Это уже не изменится. Мы вступим в Кет-весел для集а-центра. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я надеюсь... Так, у меня сейчас все на броню стоит, да? Ну, учитывая, что будут вражеские морды, скорее всего, мне все-таки пригодится именно щитовая фигня. Да, здравствует следователь. Наслаждайтесь. Так, ладно. Что-то немножечко непривычно с другими способностями. Ну, то есть я уже умом понимаю, что немножко будет все по-другому происходить. Спокойно. Ёпать. Продолжение следует... Продолжение следует... Я просто привыкла к поглощению энергии на двоечке держать. А сейчас как-то это не очень удобно. Ладно, может быть, привыкну. Ну и да, если кто-то вдруг, не знаю, не верит, что мы играем на безумие, потому что что-то как-то слишком легко получилось. Безумие. Мне нравится, кстати, что отличается вид перемещения, ну и прыжочков, в зависимости от того профиля, который ты выбираешь. Ну, то есть мелочь, а приятно. Ту-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ту-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Обязательно. Ну? Впере. Открывайтесь. Отправить команду. Я думал, что ты был на арке. Много из наших людей потеряются. Если мы не найдем их сейчас, мы никогда не будем. Это Хедер, капитан нашего арка. Мы будем поспорить на救у, пока ты поднимаешь. Секундарий ручек будет доступен, маркированная точка. Мы будем помогать, чтобы идти на дорогу. Давайте двигаться. Но я учитель истории. Я не знаю как бороться. И все, что я делаю, это пилотские корабли. Это не означает, что я просто разговариваю и умер. Райдер, если вы уходите на терминал, я могу обрадить дверь. Что-то я надеюсь, они не откинутся. Если я ничего не оставила позади, не хотелось бы. Да не, врать, все нормально. Сканировать тут, к сожалению, нечего. Так. Нет, нет. Ой, я надеюсь, они не... Нет. Нет. Нормально. Пойдет. Но давайте все-таки туда пойдем уже в следующей серии, потому что немножечко затягивается это. Закончим это задание уже в следующий раз. Вам говорю большое спасибо за внимание. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если так, не забывайте лайкайте, комментируйте. И, в общем-то, до встречи. Покой. Архонта ждут. Все. Всем пока.